Приветствую, друзья! Сегмент мобильных ЦАПов стал настолько популярен, что каждый уважающий себя производитель наушников буквально обязан выпустить нечто эдакое в данном форм-факторе. Сегодня я предлагаю познакомиться с решением от многим известного бренда Muse Hi-Fi под названием M3. Базируется ЦАП на конвертере ES9038Q2M с усилительной частью на чипе ES9603Q, а за USB отвечает проверенный временем SA9227. Характеристики заявлены очень солидные, ну и внешний вид, конечно, располагает. О нем сегодня и говорим. Поехали! Поставляется аппарат в небольшой картонной коробке с изображением непосредственно героя обзора и списком его технических характеристик. Здесь можно выделить поддержку PCM до 32 бит 384 кГц и DSD до DSD256. Декодирование MQA очевидно не поддерживается. Из железа нам заявлен ЦАП последнего поколения ES9038Q2M, не менее серьезный операционный усилитель ES90603Q и старенький уже, но вполне рабочий USB-чип SA9227. В комплект нам положили инструкцию, защитные кольца на аналоговые выходы. Переходник с Type-C на классический уже USB-разъем и два кабеля с Type-C на Type-C и на Lightning. То есть сразу для компьютера Android и iPhone. Причем выглядят кабели весьма неплохо. Корпус у ЦАПа чуть больше среднего, однако весит он больше 50 грамм. То есть если выскочит из кармана, то потянет за собой всю связку. Это, конечно, минус. Зато из элементов управления у нас есть две многофункциональные кнопки и визуальный индикатор для информирования о текущем режиме работы. Происходит это при помощи мигания определенное количество раз. Так, если зажать кнопку минус, то при помощи мигания можно будет выбрать один из семи цифровых фильтров. Кнопка плюс попросту отключает звук, а обе эти кнопки переводят девайс в линейный режим работы. Звучит это, конечно, очень солидно. По факту же громкость просто ставится на максимум без возможности ее регулирования. То есть по большому счету это никакой нелинейный режим. В последнем должна отключиться вся оконечная усилительная часть, чего естественно здесь не происходит, но все равно очень интересно. Вход тут как обычно один на Type-C, а выхода два. Балансный пентакон 4.4 мм и обычный небалансный джек 3.5 мм. Ну и выглядит аппарат прямо очень здорово. Потребляет он более-менее гуманно. На 5 вольт приходится около 0.15 ампер. Не совсем понятно, конечно, относительно выходной мощности. Однако, учитывая лишь один усилитель, можно говорить о примерно 85 милливаттах на 32 Ом нагрузки. Может, чуть больше, а может и меньше. В любом случае громкости здесь более чем запасом я не выкручивал и 50% на планарных внутриканальных наушниках. Что-то же еще более тугое к мобильным устройствам вообще подключать не стоит. Поберегите батарею источника. На Windows 10 ЦАП определяется автоматически. То же самое написано в характеристиках. Да и на сайте компании никаких драйверов нет. Видимо, предполагается использовать его посредством эксклюзивных режимов в SAP. Но, поскольку нам известна модель USB-чипа, не составит никакого труда найти к нему соответствующие драйверы ASIO. Они же помогут и в случае старых версий системы. Я обязательно приложу один из рабочих вариантов. Под Android и iOS SAP работает на всех приложениях и сервисах, включая высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Не забудьте ее активировать в настройках своего программного аудиоплеера. Измерения я, как обычно, проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП Evanda Cosmos, где меня сразу же удивил один и тот же уровень на балансном и небалансном выходах устройства. Подвох здесь, конечно же, есть. Измерения тоже плюс-минус сходятся, радует только то, что на балансном мы, как и положено, имеем лучшее разделение каналов. Как говорится, ну хоть что-то. Относительно измерений мы имеем прекрасную кривую АЧХ, шумовую полку на минус 150 дБ и превосходный динамический диапазон. А вот с искажениями все не так гладко. Производитель заявляет о 0,008 или 0,007% в зависимости от выхода. Но по факту можно рассчитывать лишь на 0,0012%, а это, как вы понимаете, намного хуже. Многократно перепроверил результаты, но, увы, все именно так, как показывает аппаратура. Ничего совсем уж кошмарного тут нет, но минус 85 дБ для 2022 года это как-то совсем уж скромно. Терпимо, но в плане измерений есть к чему придраться. Звучить же М3 на уровне серьезных стационарных решений с одной единственной оговоркой. На источники нужно ставить максимальный уровень, а громкость регулировать посредством имеющихся здесь кнопок плюс и минус. Поначалу я допустил серьезную ошибку, выставил максимум на ЦАПе и решил регулировать уровень непосредственно на источнике. Так делать точно не нужно, поскольку при низком исходном уровне мы получаем что-то простое и совершенно невыразительное. Вариант конечно есть, наболтать громкости побольше, но слушать тогда будет не очень комфортно. Хотя кому как. Ну и основную проблему в данном случае составляют особо требовательные, например, планарные наушники. Удивительно, но здесь, судя по всему, за уровень усиления отвечает та самая системная громкость источника, поскольку она плавно увеличивается, потом происходит скачок, затем снова плавно растет и снова скачок. Так что лучший вариант это выставить источник на максимум, или, что еще интереснее, найти правильный баланс между двумя этими уровнями. Надо ли говорить, что при верном подходе звук здесь ну буквально расцветает? Следовательно, если со звуком что-то не так, на источнике выставьте 100% и аккуратно поднимайте громкость на ЦАПе. Затем можно будет поиграть параметрами обоих этих регуляторов, чтобы поймать идеальный баланс между мощностью и громкостью. В целом же звучание мышц Hi-Fi меня очень приятно удивило. Аппарат играет на уровне моей стационарной связки, которая, между прочим, в 5 раз дороже. Все, что нужно в звуке есть. Хлесткость, прозрачность, превосходная динамика и просто потрясающая реалистичность. Это взрослый звук, каким он в действительности должен быть. Четкий глубокий бас, живая насыщенная середина и чуть подчеркнутые высокие частоты. Да, есть тут небольшое выделение на самых верхах, отчего разнообразные отзвуки струнных и элементы перкуссии выводятся на передний план, но в глаза это не бросается, иногда даже подчеркивает остроту звучания и добавляет резкости. Погружение в звук максимальное, а в слепом тесте с более дорогой стационарной связкой я то и дело терялся что где. Эмоция, друзья, здесь одна полнейший восторг. Конечно, не все гладко с измерениями, весом и балансная часть сделана сомнительно, но с таким звуком мне на все это абсолютно плевать. Звучит аппарат гениально. Кроме стационара мне удалось сравнить героя обзора с другим очень сильным игроком Shanling Up22. Shanling, будь им честны, тоже весьма хорош, но имеет явный уклон в теплоту и музыкальность, так что понравится тем, кому это по душе и не понравится всем остальным. На мой же вкус аппараты примерно одного уровня. M3 чистый, дерзкий, агрессивный. Up4 22 по бархатному теплый, выразительный, с сильным уклоном в мелодичность. При этом им хватает массы, глубины, объема и драйва. Даже стилистически затрудняюсь сказать, кому что больше подойдет, зависит от того, что лично вам больше по вкусу. Кристальная частота или мягкая аналоговая теплота. В любом случае они прекрасно отыграют рок, металл, электронику, любую акустическую музыку, что-то серьезное академическое или, например, сложный мультиинструментальный джаз. По источникам лучше, конечно, выбирать что-то с USB 3.0, на нем звук кажется чуть резче и точнее. А с USB 2.0, наоборот, слегка добавляется мягкости и объема. В общем, звучит аппарат шикарно, с чем не сравнивая и с какого боку к нему не подходи. По своему характеру он скорее нейтральный и даже ближе к мониторному. Из всего, что слушал, это очень напомнил отца Borson Playmate первой ревизии и аудиоплеер iBasso DX200. Да, вот с такими дорогими устройствами приходится сравнивать. В относительно же бюджетном сегменте подобной подачи пока не встречал. Однако не стоит думать, что это нечто отстраненное или пресное. Вовсе нет. Здесь и прекрасная детализация, и просто феноменальная четкость, и потрясающая мелодичность, и чуть ли не безупречная передача эмоциональной составляющей трека. Без попытки что-то усилить или приукрасить. Ну и удивило, что звук с обычного и балансного выходов здесь почти не отличается. Так что можно не менять провод на балансное, а наслаждаться любимыми наушниками непосредственно с выхода 3.5 мм, что я считаю тоже огромный плюс модели. Обычно разница настолько велика, что слушать с небалансного выхода вообще не хочется. Итогом мобильный ЦАП Moves Hi-Fi M3 очень солидно выглядит. Много полезных элементов управления, качественные кабели в комплекте, порядочная выходная мощность и возможность подключить к нему как стандартный джек 3.5 мм, так и балансный пентакон 4.4 мм. Конечно, с усилителем здесь не все чисто, поскольку уровни обоих выходов одинаковые. Измерения тоже прямо скажем так себе. Плюс нагрев и очень солидный вес. Но то, как он звучит, заставляет простить ему вообще что угодно. Это реально серьезное взрослое звучание с просто восхитительной прорисовкой всего музыкального полотна. Правильный вес, превосходный баланс и то, что я называю погружением в материал. Это реально хочется слушать. Лицом к лицу сравнил со своей стационарной связкой и не сказал бы, что между ними какая-то серьезная разница. В общем, тем, кто ценит схемотехнику и замеры, аппарат совершенно не понравится. Есть ему в этом плане целая куча вопросов. А вот по звуку это просто бомба. Я, когда разобрался с уровнями усиления, был буквально шокирован. Настолько круто редкий мобильный девайс играет. Мои откровенные рекомендации. Превосходный по звуку ЦАП, а за свои деньги так вообще, друзья, гениальный. А на этом у меня все. Это был мобильный ЦАП Мюз Хайфай М3. Всем добра, подписывайтесь, оставляйте комментарии и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok